Новая работа Ивана наверняка займет почетное место в творческой коллекции художника. Все картины достойны похвалы. Это при том, что изобразительному и декоративно-прикладному искусству молодой человек специально не обучался. В новом амплуа парень выступил в начале двухтысячных, когда с ним приключилось несчастье. Упал с высоты, переломал себе спину, потому что долго восстанавливался, не знал, чем заняться. Вспомнил, что я раньше когда-то рисовать любил. Ну и начал потихонечку-потихонечку тренироваться. Талант Ивана не остался незамеченным в районе. Представители Управления соцзащиты населения пригласили парня поучаствовать в конкурсе «Все в твоих руках» в номинации «Молодежь, нуждающаяся в помощи государства». Соцработники подготовили проект «Творческая мастерская. Иван. Картину», над которой трудился две недели. Обе работы получили высокую оценку. На реализацию проекта выделили двадцатитысячный грант. Иван будет проводить творческие мастер-классы с мая по декабрь. Сейчас, на сегодняшний день, он готовит материалы не только для ребят, с которыми он будет работать, а также будет еще в последствии создаваться выставка картин «Работ его». Уроки рисования будут идти в местном доме культуры дважды в неделю. В своих педагогических способностях парень не сомневается. Тем более, что опыт общения и обучения детей у Ивана уже есть. У супругов Аёшиных подрастает шестилетняя дочка. Поделиться, научить я смогу. Рисовать, выжигать. Даже могу где-то подсказать, как сделать открытку для любимого человека. Красиво оформить, портрет нарисовать. А в свободное от работы время Иван продолжит украшать жизнь своей семьи, родственников и друзей. Сегодня, например, мастерит шкатулки из дерева и оригинально украшает столешницы и предметы мебели. Наталья Громашова, Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков. Вести Хакасия.